Музыка, от которой хочется жить. В Новокузнецке прошел творческий вечер «Мелодии души». Звезд с неба не хватаем, но в успех верим. Новокузнецкий металлург встретился с болельщиками перед началом нового сезона. Популярный бренд 90-х захватывает 2000-е. Жвачка Лафыс и Йети объединились и закатили вечеринку. Сколько людей подхватили любовную лихорадку, узнаем из сюжета нашего корреспондента. Великие умы бились над вечным вопросом, но так и не разгадали этот ребус. Что же такое любовь? Мир, дружба, жвачка и Йети-пати. Девятая самокузбасская вечеринка гремит в стиле «Лаф-Из». Милой Валентинке первые свидания и страстные поцелуи. Коктейль из чувств собрал в одном месте рекордное количество гостей. Любовь – это хорошо, это здорово, это всегда в волне, это всегда на Йети-пати. Сегодня очень много народу, я думаю, что все это увидят. И все, кто здесь есть, увидят себя сегодня на телеканале «Мой город». Не остается в стороне и главный герой пьесы. Сердце снежного Йети растопила милая подружка. Пещерная леди оказалась очень современной и дает всем желающим мастер-класс, как покорить мужчину танцем. Главная зажигалка – это Йети, который всех тормошит, всех выводит на конкурсы, зажигает, танцует. Поэтому Йети стал известен, и так же, как и наша вечеринка тоже. С каждым раз народу все больше и больше. Сегодня у нас очень много людей в нашем зале. Как говорится, яблоку негде упасть. Специальное предложение для всех гостей – футболки в стиле «Лав-Из», заряженные любовью. Надел и сразу попал в сети Амура. Расходятся сувениры, как горячие пирожки. В том, что они действительно работают, никто не сомневается. Подарю сейчас дочери, чтобы она все-таки посмотрела на эту маечку и сказала, да, папа, я рожу тебя вот таких вот красивых мужичков. Для тех, кто готов проверить свои чувства на прочность, готова целая полоса препятствий. Развернуть конфетку без помощи рук – задача повышенной сложности, справиться с которой может только настоящая любовь. Целуемся, 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 целуемся. А теперь пришло время для сладкого. Йети-пати позволяет гармонично сочетать приятное с полезным. За самый долгий и нежный поцелуй победители конкурса получают путевку в Азасскую пещеру. Я реально первый раз как бы слышала много об этом, но сегодня в первый раз пришли просто потусить. И вот как это все случилось. Вообще в шоке. Лето уходит, но такие жаркие зажигательные проводы запомнятся ему надолго. Теперь можно смело наградить Битфута гордым званием главной свахи Кузбасса. Операция «Соединение любящих сердец» прошла успешно. Ольга Дурных, Юлия Костин, Александр Белкин. Новости моего города. Клуб культуры металлургов имени Курака в Новокузнецке доживает последние дни. Здание уже давно признано аварийным и будет демонтировано. Впрочем, память о нем бесследно не исчезнет. Уникальный медальон с мартенами КМК, который украшал фронтон дома, сегодня бережно сняли, чтобы установить на новом месте. Этот медальон – одна из немногих реликвий, напоминающих о забытой 16-й Советской Республике. Карелла-Афинская СССР просуществовала 16 лет, но сейчас ее даже не упоминают в большинстве учебников. А вот на медальоне клуба металлургов в Новокузнецке по-прежнему 16 знамен. Теперь по ним будут учить историю жителей самого молодого района Новокузнецка – СОСГОРОДА. Состоит он из бетона. Это летая бетонная армированная конструкция. Весом порядка, в зависимости от марки бетона, от 2,5 тонн до 3750 килограммов. Популярные исполнители в стиле шансон выступили перед новокузнечанами. В южной столице Кузбасса состоялась традиционная вечеринка «Мелодия души» от популярной радиостанции 104FM. Вместе со слушателями в атмосферу шансона погрузилась наша съемочная группа. Вечерние будни – не повод для усталости и грусти. К тому же отдыхать можно не только дома, но и в компании добрых друзей. Так, как в ресторане «Три толстяка», где вот уже в который раз проходит тематическая вечеринка «Мелодии души». Очень здорово, что у Новокузнечан есть такая возможность после пятничной трудовой недели прийти в ресторан «Три толстяка» и послушать эти душевные песни, которые, я не знаю, очень близки, мне кажется, людям. Поэтому это очень здорово. Оставайтесь на волне 104.0 и слушайте радио «Шансон». Вечер превосходный. Всё-таки это радио «Шансон». Мы его часто слушаем. Мы его любим, радио «Шансон». Мы желаем ему развития, успеха. Душевные мелодии шансона превращают серые будни в праздник, а кому-то везёт вдвойне. Так, к примеру, Татьяна сегодня празднует свой день рождения. Этим вечером именинницу поздравляют не только близкие, но и популярные исполнители. Радио «Шансон» благодарю, что они устроили такой прекрасный вечер. Программа очень хорошая, веселая здесь. Мелодии души давно стали хорошей традицией для постоянных слушателей. Сегодня гостям вечера не до скуки. Танцы под любимые хиты разбавляются интересными конкурсами, в которых гости вечера выигрывают призы от любимой станции. Разумеется, будут приятные сюрпризы и подарки, будут игры. В общем, очень плотная, интересная, развлекательная программа. Я думаю, никто не соскучится. Праздничный торт – непременный атрибут традиционных вечеринок радио «Шансон». А вечер продолжается, и мелодии души ещё долго не стихают в сердцах слушателей. Анна Муравьёва, Елизавета Черняк, Константин Алёхин. Новости моего города. А теперь к новостям спорта. Лучшими становятся только те, кто соревнуются с лучшими. Тренер молодёжной сборной России Сергей Мяус впервые в истории заявил свою команду для участия в Кубке страны. Наставник считает, что в поединках с профессионалами его игроки получат бесценный опыт. Со спортивной педагогикой Мяуса познакомился Аркадий Кемеев. Любой хоккейный тренер поневоле вынужден смотреть на своих подопечных снизу вверх. Высота коньков не меньше 10 сантиметров, да шлем ещё 5. Вот и смотрится, в общем-то, не низенький Сергей Мяус, как Наполеон Бонапарт в окружении Старой Гвардии. На этом аналогии не кончаются. Когда у наставника появляются претензии, игроки молодёжной сборной России становятся тихими и робкими, как новобранцы перед генералом. А основания для претензий в данной конкретной игре у Сергея Анатольевича имелись. В кубковом матче с Зорким его подопечные так и не смогли побороться за победу. Зато здорово порадовали болельщиков из Красногорска. Сергея Ювченко привела в Кемерово не только любовь к команде, но и родственные чувства. Взорком играет его зять Максим Ишкельдин. Сергей даже уговорил коллег по фанатскому цеху прийти на игру в свитерах цифрой 8. Впрочем, за сборную подмосковные любители хоккея тоже переживают. И поэтому поддерживают решение Мяуса выставить молодёжь против лучших клубов страны. Им нужно набираться опыта, сыгранности, чтобы в следующих играх уже команда чувствовала себя. Потому что когда наш Максим тоже играл в молодёжной команде, они не собирались на сбор на неделю и всё. Не хватает времени сыграться, наиграть связки все эти. Я думаю, что это правильное решение. 6-2 в пользу Зоркого. Наверняка главный тренер ждал от подопечных другого результата. Так что теперь молодёжку ожидает серьёзная работа над ошибками. Будут разборы полётов в теории и на практике. Будут тяжёлые тренировки. Но одного не будет точно нецензурной лексики. Сергей Мяус считает себя не просто тренером, а учителем. И поэтому никогда не оскорбляет своих игроков. Это принципиальная позиция. Я могу иногда крикнуть где-то на судейскую ошибку. Но, в общем-то, не нецензурно, а просто громко. А с ребятами я стараюсь разговаривать иногда резко, но по большому счёту без оскорбления. Ребята играют за то, что делает тренер. Поэтому ребята похожи на своего тренера. Аркадий Кимеев, Андрей Пашков. Новости моего города. Новокузнецкие рэгбисты в сухую проиграли в Красноярске. В очередном матче Суперлиги чемпионата России клуб из южной столицы Кузбасса встретился с лидером турнирной таблицы – Красным Яром. Соперник новокузнечан в этом сезоне проиграл лишь однажды. Команда из Кузбасса таким результатом похвастаться не может. В Красноярске рэгбийный новокузнецк потерпел крупное поражение, уступив хозяевам поля со счётом 0,61. Свой следующий матч команда Вячеслава Шолнова проведёт на выезде и вновь на берегах Енисея. На этот раз соперником новокузнечан станет один из лидеров турнирной таблицы – местный Енисея СТМ. Хоккейный сезон ещё не начался, а на трибуне новокузнецкого дворца спорта болельщики уже заняли свои места. Фанаты встретились с командой и тренерским составом «Металлурга», чтобы задать игрокам интересующие вопросы. Подробнее о том, как прошла традиционная предсезонная встреча, смотрите в нашем сюжете. Александр Романов не просто любитель хоккея, а старейший на болельщицкого цеха. Игроки хорошо его знают. Каждый год перед началом сезона новокузнечанин дарит команде картины, которые сам же пишет. В этот раз он презентовал клубу три работы, которые символизируют прошлое, настоящее и будущее новокузнецкого хоккея. На первой картине изображён знаменитый тренер «Металлурга» Сергей Николаев, на второй – нынешний Александр Китов, а на последний хоккеист – подающий надежды, 19-летний форвард Вадим Митряков. Преданный болельщик уверен, в новом сезоне будет на что посмотреть. В этом году я считаю, что перспектива очень даже интересная. Ну, поборемся, за 15-е, 14-е спокойно можем бороться. Сегодня игроков радуют не только подарки, но и вопросы, которые болельщики задают с трибун. Так, к примеру, многих интересует, почему при росте больше двух метров нападающий Марка Антила предпочёл баскетболу хоккей. На что спортсмен без тени сомнения отвечает. Преимущества своего роста он с радостью использует на ледовом поле. Без внимания не остались и другие легионеры. У канадского форварда Кёртиса Маклина болельщики узнали, сколько русских слов он успел выучить. А впрочем, хоккей – тот вид спорта, где не нужно много говорить. Однако другой иностранец Раймон Жиру, который с 2005 года играет в России, научился вполне понятно говорить по-русски. В новом сезоне команду в бой поведёт капитан Алексей Касауров. Что касается цели на предстоящий чемпионат, попечительский совет клуба определил Металлургу чёткую задачу – попадание в плей-офф. Как она будет реализовываться, мы узнаем совсем скоро. Первый домашний матч против Новосибирской Сибири состоится уже 5 сентября. Елизавета Черняк, Константин Алёхин. Новости моего города. Это не все новости дня, это только то, о чём мы успели вам рассказать. О самом главном каждый будний день в 16 и в 21.00 смотрите в новостях телеканала «Мой город». Далее о том, как на школьной линейке поймали злостного неплательщика алиментов, расскажет Андрей Шавнев в своей постоянной рубрике по версии Сибдепо. А мы с вами прощаемся. Кемеровские правозащитники проверят, как содержат бездомных. Поводом для этого стали жалобы бомжей, проживающих рядом с вокзалом. К нам в редакцию обратился Пётр Потапов. Он поговорил с людьми и выяснил, что они сбежали из центра социальной адаптации. По словам бездомных, там с ними плохо обращались, скудно кормили и даже били. Подробности читайте на сайте. Все хотят заглянуть в будущее, но пока одни мечтают, другие делают. Так МЧС опубликовала свой прогноз на сентябрь. Спасатели считают, что в этом месяце мы будем наблюдать в области 12 аварий на угольных предприятиях. Более того, они даже называют те шахты, где, скорее всего, произойдут ЧП. Более того, спасатели обещают нам очень плохую погоду на сентябрь и называют районы, где вы можете попасть в ДТП. Заходите на сайт и читайте подробности, а сбудутся ли прогнозы спасателей, мы узнаем в конце месяца. И в завершении курьез. Новокузнецкого алименщика поймали на школьной перекличке. Отец пришел увидеться с дочерью, но был пойман судебными приставами. Теперь за радость отцовства придется заплатить. Подробности читайте на сайте СИБДПО. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова